Привет, друзья! Поскольку сразу несколько человек попросили меня сделать разбор на канал Влада Литвиненко, то я решил прислушаться к вашим пожеланиям, естественно, ведь я делаю эти разборы для вас в первую очередь. Я решил взять один из свежих роликов, хотя он собрал не так много просмотров, просто потому что... Очень многие пишут в комментариях, что я беру какие-то старые ролики, и люди с тех пор изменились, их точка зрения изменилась и всё такое прочее. Но я просто беру самые популярные ролики, у которых самое большое количество просмотров. Тем не менее, хорошо, хорошо, давайте не будем брать старые ролики, популярные с миллионами просмотров у Влада Литвиненко. Давайте возьмём свежий ролик, который вышел почти неделю назад, собрал всего 15 тысяч просмотров при 600 тысячах подписчиков на канале. Это мы сейчас кидаем камни в огород Ютуба, который сделал функционал подписчиков абсолютно бессмысленным, и это очень печально. Но тем не менее, давайте. Видео называется «Техника подтягиваний для широкой спины». Влад Литвиненко. Давайте смотреть вместе. Ролик всего 6 минут, поэтому посмотрим его целиком, и я буду останавливаться и комментировать на самых интересных моментах. Привет, друзья! Это видео о технике подтягиваний, которые сделают вашу спину мощнее и шире. Поехали! Для нас целевые мышцы в подтягиваниях – это широчайшие, потому что именно они создают ширину спины, а вместе с ними работают большие круглые, задние дельты и низ трапеции. Плюс включаются бицепсы, брахиалисы и мышцы предплечья. А теперь давайте посмотрим на технику. Повисните на перекладине хватом шире плеч, шире примерно на 20 сантиметров с каждой стороны. И тут есть простое правило – чем уже хват, тем больше работают руки, и чем хват шире, тем больше работает спина. Но с самым широким хватом амплитуда будет самая короткая, что проработку мышц ухудшает. Поэтому мы используем средний широкий хват. Так вы идеально нагружаете широчайшее и делаете это с хорошей амплитудой. Так, так. Во-первых, мне очень интересно, откуда взялась цифра в 20 сантиметров. Плюс-минус, это вообще как было получено? Я не знаю, у меня просто вопрос. У меня даже нет идеи, откуда он мог взять цифру 20 сантиметров. Оптимальную ширину хвата вне зависимости, тем более что, тем более что для разных людей разного роста, с разной длиной конечностей, эта цифра должна быть разной. 20 сантиметров. Я не знаю, если у кого-то есть мысли, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, кто-то знает, откуда взялись эти 20 сантиметров. Я не знаю. Есть способ подобрать оптимальную ширину хвата от себя конкретно. Если вы возьмете за перекладину слишком узко, то при подтягиваниях вы увидите, что ваши локти будут выпирать наружу. Если вы возьмете слишком широко, то вы увидите, что ваши локти будут выпирать внутрь. Оптимальный таким образом хвата, это когда предплечья будут направлены вертикально вниз во время подтягиваний. И, возможно, именно такое расстояние он и хотел подобрать. По крайней мере, в нем я вижу логику. Да? В 20 сантиметрах я этой логики не вижу. Что касается того, что чем уже хват, тем больше будут работать ваши предплечья, а чем шире, тем больше будет работать спина. Когда вы выполняете подтягивания из нижней точки, то работает широчайшая мышца, которая отвечает за приведение плеча к срединной линии тела. Более того, если бы у вас вообще не было мышц сгибателей, бицепсов бы не было, брахиалисов бы не было, плечелучевой бы не было, все равно подтягивания выглядели бы точно так же, как они выглядят сейчас. Просто делать их было бы тяжелее за счет того, что работало бы все абсолютно время широчайшая мышца. Я об этом подробно рассказывал вот в этом видео, поэтому не буду сейчас останавливаться на этом вопросе, но руки действительно будут работать в верхней точке в большей степени, потому что плечо у вас уже будет приведено, но вы сможете потянуться немножко повыше именно за счет сокращения рук, сгибания рук в локтевом суставе. Именно за счет этого вы сможете потянуться чуть повыше, и нагрузка в общем смысле от упражнения будет больше. Что касается очень широкого хвата, то действительно общая нагрузка будет меньше, но при этом у вас появится возможность сместить большую часть нагрузки на большие круглые и малые круглые, которые находятся сверху вот по краям вашего тела. И таким образом, если ваша задача сместить нагрузку широчайших на эти мышцы, то вы сможете ее выполнить. Напрягая мышцы спины, начинайте движение вверх на выдохе, и здесь усилие на сведение локтей даст вам большее включение в работу именно спины. Плюс старайтесь не просто подняться, а указать направление вашего движения грудью, так вы максимально задействуете широчайшее. Поднимайтесь вверх, пока не почувствуете их полное сокращение. Но если вы занимаетесь недавно и слабо чувствуете, где это полное сокращение, возьмите за ориентир, что крайняя верхняя точка – это когда вы поднялись подбородком выше перекладины и грудью почти коснулись ее. Отсюда плавно опускайтесь вниз на вдохе. Что касается максимального сокращения широчайших мышц, то даже на этом видео оно не показано. Еще раз, давайте посмотрим на функцию с широчайшей мышцей. Разгибает и пронирует плечо, отведенную руку приводит. Действуя через посредство плечевой кости, мышца передвигает в том же направлении и пояс верхней конечности. Вследствие своего прикрепления к ребрам, мышца при фиксированных руках может расширять грудную клетку, содействуя вдоху, а также подтягивать туловище к рукам, например, прилазание по каналу. С точки зрения биомеханика – это приведение плеча. Максимальное сокращение у вас будет осуществлено, когда плечо полностью приведено к телу, то есть находится вот, здесь нет никакого расстояния. В ролике же мы видим, что плечо далеко не полностью приведено к телу. Если бы он взялся чуть поуже и потянулся бы повыше, то он бы смог сильнее привести плечи к телу, а соответственно сильнее сократить широчайшие мышцы. Что касается необходимости прогибаться в груди для того, чтобы увеличить нагрузку, то такой необходимости нет. Более того, при разборе видео Ивана Красавина мы с ним объяснили, почему это даже травмоопасно и не нужно так делать. С точки зрения эффективности это ничего не добавляет, с точки зрения травмоопасности это повышает за счет создания прогиба в позвоночнике, который не является для вас естественным. Если вы хотите качать широчайшие в горизонтальной плоскости, то просто делайте подтягивания буковкой Г, например. Или любые другие горизонтальные тяги, которые можно выполнять, и таким образом вы получите ту самую нагрузку в горизонтальной плоскости и соответственно сместите акцент. Да, широчайшая это, хотя и одна единственная мышца, но у нее веерообразное крепление, то есть она крепится огромным количеством точек к центру вашего тела и всего в одном месте к вашему плечу. И таким образом, в зависимости от того, перпендикулярно к какому именно мышечному волокну будет идти нагрузка, в зависимости от этого нагрузка на это конкретное мышечное волокно будет выше или ниже. Это простая физика, которая объясняет нам, почему очень важно выполнять подтягивания во всем спектре градусов. Да, и вертикальные, и горизонтальные, и промежуточные между ними, такие как австралийские, тоже имеет смысл выполнять, потому что таким образом вы прорабатываете свою спину полностью, вообще полностью. По поводу того, как держать ноги прямыми или скрестить их сзади, это никак не влияет на проработку мышц. И здесь главное, чтобы вы ими просто не раскачивали. Поэтому держать их можно так, как удобно именно вам. И теперь несколько тонкостей. Про скрещенные ноги я уже тоже неоднократно рассказал во всех других роликах, но еще раз, наверное, надо повторить. Два момента есть, связанные с ними. Момент первый. Если вы скрещиваете ноги, то когда вам становится тяжело, вы начинаете давить одной ногой на другую. И таким образом, если вы будете постоянно так делать, вы можете вызвать перекос в тазу. И, соответственно, дальше по цепочке наверх огромное количество проблем. Поэтому, если вы любите турники и брусья, занимаетесь на уличных площадках каждый день и по многу, делаете огромное количество подтягиваний, я не рекомендую для вашего здоровья так делать. Второй момент связан с тем, что когда вы скрещиваете ноги, подтягиваться становится легче. Потому что вы как бы замыкаете контур напряжения. В отличие от того момента, когда у вас ноги свободно болтаются, и вам нужно дополнительно напрягать и пресс, и сами ноги, для того, чтобы держать их ровно и перпендикулярно тело. И таким образом вам не нужно будет тратить на это усилие. Поэтому вы сможете подтягиваться немножко больше. Если вы подтягиваете 20 раз, вполне возможно, что одно единственное повторение вы сможете добавить, просто если начнете подтягиваться с скрещенными ногами. Но, как я уже сказал, я не рекомендую так тренироваться постоянно. Так что нет, говорить о том, что нет никакой разницы, это неправильно. Хотя замечание о том, что не нужно ими болтать, если ваша цель заключается именно в тренировке мышц, это верно. Если вы заметили, что начинаете подтягиваться ровно и красиво, но ближе к верхней части движения ваша спина округляется, это надо исправить. Потому что, во-первых, это ставит плечевые суставы в анатомически некомфортное положение, а во-вторых, ухудшает проработку спины. Да, да, абсолютно верно. То есть, организм неосознанно начинает изменять технику вашего движения для того, чтобы задействовать другие мышцы и снять нагрузку со спины, которая уже устала. Поэтому следите за тем, чтобы этого не происходило, если ваша цель не количество повторений, а именно качественная проработка мышц. С другой стороны, если ваша цель не проработка мышц, не работа на силу, а чисто работа на количество повторений, то вы знаете, что можно сделать. В верхней части начните скруглять спину, и подтягиваться станет чуточку легче. Когда вы даете телу задание подтянуться подбородком выше перекладины, оно может схитрить и срезать кусок амплитуды. В итоге мы увидим то, что называется синдромом гусиной шеи, когда подбородок затаскивается на турник. И это не только забавно выглядит, но и не дает широчайшим до конца сократиться. Поэтому зафиксируйте голову и подтянитесь, полностью прожимая мышцы спины. Действительно очень частая ошибка среди новичков, среди начинающих, среди школьников, которым учителя физкультуры ставят задание, чтобы подбородок был выше перекладины, но при этом не говорят зачем. И они запоминают это и начинают повторять. Нет никакого смысла просто занести свой подбородок над турником, максимально вытянув шею. Задача подтягиваний – совершить тягу, совершить упражнение, дать нагрузку вашим мышцам. И здесь он путает причину и следствие. Люди начинают тянуть шею, потому что у них не хватает силы широчайших для того, чтобы поднять их достаточно высоко. А не так, что они начинают тянуть шею и из-за этого не сокращать до конца широчайшие. То есть причины и следствия у него перепутаны. Тем не менее, ошибка есть, ошибка популярна. Если вы за собой ее заметили, следите за ней. Вам проблемы с шейным отделом позвоночника, вот этих постоянных действий абсолютно не нужны. К тому же никакого дополнительного результата для мышц это не приносит. Ваша спина, руки не получают никакой дополнительной нагрузки, поэтому это чисто сделать еще одно повторение, конечно. Да, с точки зрения повторений вы уменьшаете амплитуду, уменьшаете нагрузку. За счет вытягивания шеи сможете сделать больше подтягиваний. Вот еще один совет, как можно сразу же, мгновенно, буквально на следующей тренировке увеличить количество повторений. Просто подтягивайте ниже и тяните шею. Только зачем это надо? Обратите внимание, проходите ли вы все движение полностью. От нижней точки к самой верхней. Многие начинают правильно, а потом сходят с рельсов и болтаются в середине амплитуды. Это недоподтягивание, и ждать от них хорошего эффекта не стоит. Я не знаю, почему он использует термин диапазон, а не общепринятый термин амплитуды движения. Единственная, единственная мысль, которая у меня есть, поскольку сейчас вот мы увидели самого Влада Ток в самом начале ролика, а дальше он использует фрагменты и весь материал с каналов известных англоязычных блогеров, таких как Fitness FAQs, Calesthetic Movement, Jeff Shepard, и еще вот этот вот татуированный чувак, который там потягивался, у которого 4 миллиона подписчиков, и он очень любит всякие научные штуки делать, и анимации красивые, вот, прикольные, то я думаю, он просто неправильно перевел термин range of motion. То, что на английском называется range of motion, на русский вообще переводится как амплитуда движения. Но range это также диапазон, и поэтому он и назвал это диапазоном. О чем нам это говорит? О двух вещах. О двух вещах. Во-первых, если вы хотите, чтобы в моих разборах также присутствовали различные научные анимации, демонстрирующие работу мышц или строение тела или еще что-нибудь, то присоединяйтесь к команде спонсоров проекта на сайте Boosty. Всего от 200 рублей в месяц вы поможете нашему каналу развиваться и двигаться в сторону более качественной подачи материала. Не так, чтобы я просто стоял вам и рассказывал на словах, подбирая какие-то картинки из интернета для иллюстрации, а так, чтобы я мог нанять оператора, чтобы я мог нанять 3D-дизайнера, который бы нарисовал красивенько все это, потому что это все стоит денег, если, конечно, среди вас вдруг нет желающих нам помочь бесплатно, но зато это позволит поднять качество подачи материала на новый уровень. Так что подумайте, ссылочка будет в описании к видео, буду вам очень благодарен. И второй момент. То есть он берет зарубежное видео, собравшее огромное количество просмотров, переводит его на русский язык, как он может это перевести, и дальше подает в свою аудиторию. То есть это абсолютно вторичный материал. Точно так же, как в свое время делал Игорь Вайтенко с видео с каналами Джеффа Кавальера и с Крисом Херри. Он просто брал их с популярной ролики, переводил и подавал на свою аудиторию, абсолютно ничего не добавляя от себя. Это неплохо, это позволило ему сейчас оказаться в Лос-Анджелесе. Но с точки зрения качества контента, с точки зрения создать чего-то нового, полезного, я, конечно же, оценить подобный подход не могу. Это чисто меркантильное занятие, которое приносит результат, но зачем? Ничего нового не создаешь, ты просто паразитируешь на труде других. И кто-то сейчас может сказать, но Антон, ты ведь то же самое делаешь? Нет, нет, ребятушки. Я беру чужой ролик и затем делаю критический анализ, рассказывая обо всех тех косяках, которые допустил автор. То есть я огромное количество дополнительной информации создаю. Если посмотреть оригинальный ролик Влада, он длится всего 6 с чем-то минут. Мои же разборы обычно на 20-30, а на некоторых героев доходят и до часа времени, потому что огромное количество дополнительной информации необходимо рассказать для того, чтобы пояснить вам, что к чему и почему человек не прав. Так что нет, я использую их творение как основу, но я не просто их копирую. Вот если бы я взял его ролик и выложил на свой канал, это да, это да. А я делаю совершенно другую работу. Хотя многие путают, многие почему-то считают, что это хейт. Ребят, нет, какой хейт? Хейт это всегда какая-то личная история, когда у тебя есть эмоциональное вовлечение. Я не знаю, кто такой Влад Литвиненко, да мне в принципе все равно. Мне предложили сделать на него разбор, я посмотрел его видео, увидел определенные вещи, которые я захотел прокомментировать, и я снял этот ролик. Все. Здесь нет никакого хейта. Просто я разбираю его ошибки, чтобы меньше было ошибок, чтобы люди отвечали за свои слова. Как говорил Уильям Шекспир, где мало слов, там вес они имеют. А в современном мире, к сожалению, очень много любителей поболтать впустую. И с этим надо что-то делать. Потому что каждый подобный ролик это чье-то время, а время это самый ценный ресурс. Проследите за тем, чтобы ваше движение оставалось плавным, весь подход. Любые рывки, раскачивания и подтягивания в стиле киппинга снижают нагрузку на широчайшее и тормозят их рост. Чем более подконтрольным будет ваше движение, тем больше эффект от него вы получите. Частая ошибка думать только о том, как подняться вверх. Потому что для развития ваших мышц очень важна и негативная фаза движения. То есть то, как вы опускаетесь. Постарайтесь сделать это не резко и прочувствовать, как широчайшие растягиваются. Так как в плане роста мышц подтянуться и просто рухнуть вниз, стратегия очень слабая. Но как быть, если на выполнение таких техничных подтягиваний сил пока не хватает? Я не могу сказать, что оно очень слабое. Я могу сказать, что оно просто в два раза слабее, чем стратегия медленного поднятия тела вверх и медленного его опускания. И это опять же все завязано на физику. На школьный курс физики, ньютоновскую механику. Смотрите, для того, чтобы поднять ваше тело наверх, вашим мышцам нужно совершить работу по перемещению этого тела. Соответственно, здесь все понятно. Сколько расстояния вы свое тело подняли, такую работу ваше тело произвело. Если вы вдруг используете мах ногами, а не поднимаетесь только за счет сокращения своих широчайших мышц, то нагрузка на них уменьшится. Именно поэтому важно делать упражнения без всяких лишних телодвижений, если вы хотите прокачать мышцы. Дальше. Что такое работа? Как вообще это происходит? Когда вы поднимаете свое тело наверх, ему противостоит сила гравитации. То есть вы как бы с ней боретесь. И для того, чтобы вы смогли поднять свой подбородок над турником, ваши мышцы должны быть сильнее, чем сила гравитации. Когда вы опускаетесь вниз, происходит другая штука. Наоборот, сила гравитации вам помогает. И даже если вы вообще не будете прикладывать никаких усилий, вы опуститесь в самую нижнюю точку. Но если вы будете опускать себя максимально медленно, а в пределе даже как бы останавливаясь в каждой точке движения, как вот в парадоксе Зенона, то вашим мышцам нужно будет преодолевать ровно ту же силу, сопротивляться точно такой же силе, какой они сопротивлялись, когда вы подтягивали себя наверх. Но если там сила должна была мышц больше, то тут она как минимум должна быть не меньше силы притяжения земли. И таким образом вы фактически делаете это упражнение в два раза более эффективно, чем те, кто подтягивают только в позитивной фазе, а вниз бросают свое тело. Вот и все. Вот это та логика, которая стоит за тем, что нужно делать акцент на негативной фазе. И чем медленнее и подконтрольнее вы ее делаете, тем больше она будет походить на позитивную фазу. И таким образом в каждом повторении вы сможете дать своему телу в два раза большую нагрузку. И, соответственно, если вы хотите больше потянуться, а на мышцы вам плевать, то бросайте смело свое тело вниз после каждого повторения, экономьте свои силы и разрушайте свои суставы. Вредно ли это для здоровья? Да. Положительно ли это скажется на количестве подтягиваний, которые вы сможете выполнить? Конечно, да. Вот такой уже третий совет, как увеличить подтягивания буквально на следующей тренировке. Правда, ценой своего здоровья. Но спортсмены, они ведь такие, им здоровье не важно, главное результат. Правда, Дмитрий Головинский, да? Способов научиться подтягиваться есть очень много. Поэтому, чтобы не затягивать, я их собрал в отдельном видео. Оно есть на канале, и по нему вы можете пошагово обучиться. Здесь я только коротко назову два варианта. Для зала и для улицы. Вариант в зале один из самых быстрых. Это использовать гравитрон. Выбираете вес, который будет вас выталкивать вверх, упираетесь в платформу, и тренажер помогает вам подниматься. С ростом тренированности вы постепенно снижаете помощь тренажера, пока не откажетесь от него совсем. Вариант вне зала – это тренировочная резина. Принцип у нее похожий, только по мере роста силы вы меняете резину на все более эластичную. Со временем подтягивания уже с собственным весом будут даваться вам легко. И тогда станет вопрос о том, как прогрессировать нагрузку дальше. Так. 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 Оба варианта убогие. Поскольку мы на канале «Стритворкаут», да, воркаут – это уличная все-таки субкультура, то нет. Нет. Есть огромное количество вариантов. Если вы хотите, я разберу отдельного ролика про то, как научиться подтягиваться. Пишите в комментариях, посмотрим, что там. Но. В общем плане, почему вы не можете подтянуться? У вас недостаточно силы в мышц, сила в первую очередь спины, поэтому вы не можете поднять свое тело. Сила притяжения земли, она сильнее. Вам нужно сделать мышцы спины сильнее. Как это можно сделать? Огромным количеством подводящих упражнений. У меня есть ролик с пятью подводящими упражнениями для подтягиваний, ни одно из которых не требует покупки абонементов в зал или приобретения резиновых петель. Так что посмотрите, и вы научитесь. Постепенно делать свои мышцы сильнее, в какой-то момент они смогут сопротивляться силе притяжения, и тогда вы сможете научиться подтягиваться. Ничего сложного нет, никаких дополнительных денег платить не нужно. Что касается резиновых петель. Неплохой вариант, если у вас есть резиновые петли, или если вы можете их купить, или если вы хотите их купить, вдруг вы хотите потратить деньги, потому что полностью биомеханика упражнения сохраняется, все делается точно так же. Но поскольку резина растянутая будет пытаться вернуть себя в исходное положение, она будет создавать дополнительное сопротивление силе притяжения земли и уменьшать ту величину нагрузки, с которой нужно сопротивляться вашим непосредственно мышцам. Таким образом, прогрессируя от зеленой к самой легкой резине, вы тоже сможете научиться подтягиваться. И у меня на другом канале был отдельный ролик, где я это наглядно демонстрировал. А вот с гравитроном ситуация немножко иная, потому что там биомеханика движения меняется очень сильно, поскольку ваши ноги теперь зафиксированы на земле, и, соответственно, все мышцы-стабилизаторы, которые обычно работают в подтягиваниях, теперь не работают. Фактически, гравитрон — это полный аналог тяга верхнего блока. И огромное количество людей тянут верхний блок, но при этом не могут подтянуться, потому что подтягивания — более сложное упражнение, чем тяга верхнего блока или тяга на гравитроне. Так что, если вы занимаетесь в зале, то лучше найти там какие-нибудь брусья или турник, или взять резину и тренировать уже вот именно такой вариант подтягиваний, а на гравитрон не тратить время. Можно ли силу помощи научиться? Да, можно, потому что силу-то он вам даст, но вот координацию движения, стабилизаторы мышцы мелкие, всякие разные, гравитрон вам не дает, и поэтому его эффективность значительно ниже, чем резины. Чтобы ваша спина продолжала становиться шире, используйте в подтягиваниях дополнительный вес. Его можно закрепить на поясе или зажать ногами. Вариант с поясом, конечно, будет поудобнее, но все зависит от условий, в которых вы занимаетесь. В любом случае повышайте вес постепенно и не жертвуйте техникой ради гантели побоя. Правильная информация с той точки зрения, что если вы хотите продолжать давать стресс своим мышцам, то нагрузка должна расти. При этом нагрузку можно повышать разными способами. Можно, как уже было сказано в ролике, использовать дополнительный вес, например, на поясе. Можно увеличивать количество повторений. Можно увеличивать сложность упражнения. То есть если вы раньше подтягивались еле-еле, дотягивая подбородок до перекладины, то вы можете начать подтягиваться до груди. И, соответственно, от широчайших потребуется больше сил для того, чтобы выполнить это движение. Можно перейти на выходы силы, можно делать подтягивания с хлопками. Вариантов огромное количество, но, конечно же, использовать дополнительный вес это самый простой вариант с точки зрения контроля за прогрессом. То есть, если вы на прошлой неделе потягивались плюс 5 килограмм, а на это уже плюс 10, то вы прибавили в силе, очевидно, а размеры ваших мышц напрямую связаны с той силой, которую они развивают. Кстати, раз уж мы заговорили о дополнительном весе и поясах с цепью, то стоит сказать, что у нашего спонсора, магазина Workoutshop.ru, есть целых 4 разных модели пояса, которые подойдут любому спортсмену, начиная от начинающих и заканчивая чемпионами России по стритлифтингу, которые, кстати, пользуются именно нашими поясами. Так что заходите по ссылке в описании и заказывайте. И, кстати, там же можно приобрести вот такие классные перчатки с тачскрином, которые позволят вам пользоваться смартфоном. И вы расслабляете руки, и вся нагрузка попадает в широчайшее. И в этом очень помогают лямки. С ними вы расслабляете руки, и вся нагрузка попадает в широчайшее. Так эффект от вашего упражнения повышается кратно, и спина прогрессирует гораздо быстрее. Да, это замечание абсолютно верное. И в начале видео я уже говорил о ролике на другом канале, где я рассматривал подтягивания. Я объяснял, что даже если у вас не было бы бицепсов, плечи лучевой, брахиалиса, то биомеханика движения выглядела бы абсолютно точно так же. Просто нагрузка полностью ложилась бы на широчайшие мышцы. Но поскольку у вас есть эти мышцы, и они работают так, как вам нужно держаться за перекладину, то использование кистевых ремней позволяет решить эту проблему. За счет того, что вам уже не нужно держаться за перекладину так сильно, то нагрузка будет уходить на ваши широчайшие мышцы спины и делать подтягивания для этой конкретной группы мышц более эффективными. С другой стороны, вы не будете недополучать нагрузку на ваши мышцы, отвечающие за хват, на ваши мышцы-сгибатели, и будет развиваться определенный дисбаланс, потому что человек вообще не планировалось, что будет таким образом подтягиваться. Планировалось, что все мышцы будут задействоваться по цепочке, и теоретически, теоретически, это может привести вас в дальнейшем к травме. А может не привести, а может привести. Если вам интересно мое личное мнение, я не рекомендовал бы исполнить... Правду говорю, правду. Если бы я верил в приметы, я бы сказал, что правду говорю. А на самом деле просто надо уже переходить на зимнюю обувь, потому что земля промерзла. Так что, если вас интересует мое мнение, то я не рекомендую использовать кистевые бинты в подтягивании. Если вдруг вы берете такой дополнительный большой вес, что вы не можете держаться с ним на перекладине, и поэтому думаете использовать кистевые бинты, то вам следует пересмотреть свой тренировочный подход. Потому что если вы держаться не можете с таким весом, то вы уверены, что стоит с ним пытаться подтягиваться. Подумайте над этим. Вот такой небольшой ролик Влада Литвиненко мы посмотрели, и что я могу вам сказать? Скучно. Скучно, вторично, неинтересно, абсолютно. То есть, когда мы смотрим какого-нибудь там Шредера, хотя он очень часто несет полнейшую ерунду, то это хотя бы оригинальные мысли, это он сам сочиняет. И это интересно смотреть. Это что-то новенькое, что-то веселенькое. Когда он про свои божественные упражнения, которые он сам мне делает, рассказывает, это прям с улыбкой смотришь. Когда смотришь канал Влада Литвиненко, ты просто слушаешь его несколько кривой пересказ роликов с зарубежного интернета. И если вы владеете английским, абсолютно свобода, так же, как и я. Минуточка интеграции для нашего спонсора, компании... Нет, нет, нет. Я посмотрел их курсы, компании, не будем называть какой, Меня, честно говоря, чуть не стошнило, когда я сошел на их главную страницу и видел там эмодзи в каждом втором слове, как будто этот текст был ориентирован не на взрослых людей, а на подростков с задержкой в развитии очень сильной, что им обязательно нужны картинки через каждое слово. Что касается самих курсов, я тоже что-то глянул, меня вообще не впечатлило. Я не уверен, что вы сможете нормально, нормально разговаривать, научиться на английском, и читать тексты на английском и понимать английский, если будете пользоваться услугами этой компании. Так что... Они, кстати, предлагали нам рекламу, но мы отказались. Если мы что-то на этом канале рекламируем, это значит, это действительно стоящее. Это, к сожалению, не такое стоящее. Нет, английский я учил в школе с углубленным изучением английского языка, поэтому он у меня свободный, я свободно смотрю все ролики в англоязычном ютубе, вижу все эти оригинальные видео, и потом, когда кто-то берет и криво пересказывает их на русском, для меня это никакой ценности не составит. И вам я рекомендую найти способ и начать изучать английский язык. Это откроет перед вами огромное количество новых возможностей, так что обязательно, обязательно найдите способ это сделать. Нужно, нужно владеть иностранным языком, особенно в наше время, это прямо необходимость невероятная. Кстати, пишите в комментариях, если вы знаете какие-нибудь другие иностранные языки, кроме английского, может быть, если вы собираетесь учить английский, почему вы еще не сделали это. В общем, смотрите, и вы увидите, вы увидите, насколько многие популярные русскоязычные ютуберы на самом деле вторичны, неоригинальны и абсолютно незаслуженно имеют свой успех. Что печально. Так что, что я могу сказать про это видео? Мне не понравилось, но я вот разобрал его вам, сказал что да как, и как бы... Если будет много комментариев с просьбой разобрать его методику тренировок, обучения подтягиваниям с нуля, я надеюсь, что она не вторична, хотя, скорее всего, он просто понабрал опять чужих идей, вот. Ну, я это, конечно, сделаю, но в целом Влад Литвиненко, ну, ни о чем. Тут как бы так. Ладно. С вами был Антон, канал Street Workout. Вот такие вот классные толстовочки на зиму можно приобрести также на сайте workoutshop.ru. Пока они есть в наличии всех размеров. Приходите, заказывайте и будете с комфортом тренироваться зимой. Ну, а я пойду делать свою ежедневную зарядку. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok